Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Пятый том. Вопрос 1447. «О чем говорится в заповеди блаженств? Это указание пути ко спасению или эталон уже возрожденного человека?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Девять заповедей блаженств совершенно недостижимы невозрожденному человеку. Все это маяки к совершенству, когда душа родилась свыше и живет под водительством Духа Святого. Начиная с отвержения самого себя, своего «я» и оканчивая крестом, страданием ради Иисуса. Это миру зачем нужно?» Евангелие от Луки, 5 глава, 36 стих. «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой». В деле спасения, по слову Божию, не так все, как принято тысячелетие у православных. По Писанию сначала человек должен прийти ко Христу, такой, как есть, даже не пытаясь улучшить себя, сверяя свои поступки по какому-то эталону, наподобие заповеди блаженства. Он должен раскаяться в своей прежней жизни, сразу же, как услышит благую весть о Христе, что за Него умер Спаситель мира Иисус. Псалом, 94, 8 стих. Евреям, 3 глава, 8, 15 стихи. 4 глава, 7 стих. «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец Ваших, как во время ропота». 2 Коринфянам, 6 глава, 2 стих. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Притча Соломонову, 27 глава, 1 стих. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Согласно смыслу и священному писанию, человек умер в раю, когда согрешил. Бытие, 2 глава, 17 стих. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Луки, 15 глава, 32 стих. «Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Эфесианам, 2 глава, 1, 5 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И потому умершего нельзя ремонтировать какими-то припарками, чем занимаются тысячи лет православные батюшки. Они сами мертвы и занимаются переворачиванием мертвецов, не оживляя их. И последний переворот – это их общедоступное, обольстительное, обманное отпевание нечленов церкви, чужих. Заповеди мы улучшением нравственности. Этим занимаются безбожный мир и все его комитеты. По Библии человек мертв и мертв бесповоротно, и достоин только мучиться в жизни и в аду. Но замечательная жертва, смерть Христа, спасает его через веру. Тогда и эти заповеди блаженств, как вехи к совершенству. И эталон мудрости.